Начинается новый день, и машины туда-сюда, и если уж солнцу вставать не лень, то и нам новости сделать тоже ерунда. А потому всем привет, в эфире новости игромании, и я, Алексей Николаев, готов поведать вам всё самое интересное, что случилось за последние дни. RedFull пытается стать крупнейшим провалом года. В ПК-бояре выкрали главный эксклюзив Nintendo. Искусственный интеллект чат GPT успешно внедряют в игры. А ещё сегодня мы не только расскажем про новые российские игры, но и поругаем немного наших инди-разработчиков. Потому что, ай-яй-яй, заслужили. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. У нас, конечно, были плохие предчувствия насчёт вампирского экшена RedFull, но реальность оказалась даже хуже самых мрачных ожиданий. Критики сейчас просто разносят игру в пух и прах. Средняя оценка по всем платформам на метакритике всего 63 балла из 100. Пишут, что RedFull — это худшая игра студии Arkane и совсем не похожа на их предыдущие шедевры. Дизайн уровень простой, игровые механики поверхностные, искусственный интеллект примитивный, а количество багов просто зашкаливает. Причём, реальные игроки это мнение разделяют. По их мнению, даже если исправить баги и оптимизацию, RedFull всё равно останется ужасной игрой. Управление здесь неудобное, мир пустой, а сюжета так и вовсе почти нет. В итоге игра набрала в Стиме всего 28% положительных отзывов. Похоже, что и игроков, и критиков больше всего раздражает то, что раньше Arkane делала пусть и нишевые, но очень качественные игры. Их Dishonored и Prey были не слишком успешными, зато завоевали уважение фанатов жанра. Однако уважение в карман не положишь и на хлеб не намажешь, поэтому издатель заставил талантливую студию сделать игру-сервис про вампиров. И они это задание провалили. Почему — неясно, но, похоже, просто не хватило опыта. Сложно после умных и глубоких иммерсив-симов сделать развесёлый кооперативный экшен. А потому Redfall становится главным кандидатом на звание самого эпичного провала этого года. Тем временем Star Wars Jedi Survivor тоже начал с того, что получил в Стиме более 70% негативных отзывов. Эксперты из Еврогеймера даже назвали игру худшим ПК-релизом за долгие годы. И первый патч проблем, увы, не исправил. Но тут, очевидно, проблема не в разработчиках, а в Electronic Arts, которая по непонятным причинам решила выпустить неготовую к релизу игру. Причём она прекрасно знала о её состоянии, заранее пообещав, что проект будут приводить в порядок патчами несколько недель. Что касается разработчиков, то они постарались на славу — игра реально классная. И сейчас, несмотря на все баги, её рейтинг в Стиме быстро растёт. Кстати, у российских пользователей есть ещё одна веская причина — не торопиться с прохождением игры. Студия Games Voice анонсировала русскоязычную локализацию Star Wars Jedi Survivor. Там почти 30 часов диалогов, лишь немногим меньше, чем в Hogwarts Legacy. Поэтому на проект потребуется 1 миллион 800 тысяч рублей. И уже в первые дни сборы превысили полмиллиона. Тем временем, локализация Hogwarts Legacy завершена уже на 70%. А ещё студия заявила, что несмотря на незавершённый сбор денег на озвучку экшена Hellblade, они всё равно доведут работу до конца. Однако точные сроки релиза назвать пока не могут. До релиза новой Зельды, главного эксклюзива Nintendo, остаются ещё больше недели. Но злые ПК-бояре уже спёрли где-то дистрибутив, запустили его на эмуляторе и вовсю играют, попутно сливая спойлеры везде, где только можно. Точно так же играет и владельцы взломанных Nintendo Switch. И, кстати, внезапно оказалось, что в игре имеется полная поддержка русского языка, включая озвучку. Но пиратам, допустившим утечку, стоит постеречься. Nintendo, вероятно, уже начала за ними охоту. Как известно, она не даёт спуску хакерам и инсайдерам, нанимая лучших детективов, чтобы разоблачить всех, кто покушается на её бизнес. Не так давно разработчики обещали революцию в области искусственного интеллекта. Дескать, совсем скоро с персонажами игр можно будет говорить как с обычными людьми. И внезапно это предсказание может сбыться быстрее, чем все думали. Всё чаще игровые проекты начинают подключать к чат-GPT. Создатели стратегии Galactic Civilization 4 выпустили независимый аддон Супернова, главной фишкой которого стала как раз интеграция чат-GPT. С его помощью игроки могут сами создавать новые фракции. Для этого нужно просто описать, что это за расы, что они любят, что ненавидят, какие у них цели и амбиции. И на основе описания игра сама пишет для фракции квесты и диалоги, генерирует её историю и даже создаёт уникальный внешний вид её представителей. Ну а фанаты с помощью модов уже прикрутили чат-GPT к Elder Scrolls V Skyrim. Персонажи теперь могут вести диалог, придумывая реплики прямо на ходу. А ещё они могут оценивать окружающую обстановку, например, знают, какое время суток и какие вещи есть у игрока. В общем, здравствуй, будущее! А теперь новости отечественного игропрома. Состоялся релиз квеста Chernobyl Origins. Главный герой — учёный из секретной лаборатории, которая проводит эксперименты в недрах атомной электростанции. Ну а потом что-то идёт не так, и вот уже приходится отбиваться от мутантов и обходить стороной странные аномалии. У игры 97% положительных отзывов, особенно хвалят сюжеты и очень крутые головоломки. Это не охота за пикселями, а задачки, которые действительно требуют поломать над ними голову. Однако будем сохранять объективность и признаем, что наших разработчиков нужно не только хвалить, но и ругать. На днях появились трейлеры двух хорроров на движке Unreal Engine 5, Abundant Souls и Paranormal Records. И проблема в том, что оба проекта совершенно одинаковые. В первом — главный герой — видеоблогер, исследующий заброшку. Во втором — его повысили до ведущего телешоу. В обоих видео герои заходят в больницу, причём, судя по совершенно одинаковым дверям, ассетцы разработчики брали в одном месте. И заканчиваются ролики тоже одинаково. Включается красный свет, и начинается твориться разная чертовщина. Понятно, что сейчас подобные инди-игры на Unreal Engine 5 делают сотнями по всему миру. Но от наших инди-разработчиков мы как-то ждали большей оригинальности. И на сегодня это всё. Кстати, наше руководство спрашивает, ролики на какие игровые и околоигровые темы вам больше всего интересны? И как вам в целом идея начать делать такие видеоэссе с разбором всего интересного? Пишите своё мнение в комментариях и не забывайте ставить лайки. Увидимся с вами уже в четверг. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова